Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – предложения с однородными членами. Обратите внимание на стихотворение. Зелёным цветом выделены знакомые вам орфограммы. Лежали на полке, стояли на полке, слоны и собаки, верблюды и волки, пушистые кошки, губные гармошки, и утки, и дудки, и куклы-матрёшки. Как вы считаете, сколько подлежащих в этом предложении? Кто, что? Слоны и собаки, верблюды и волки, кошки, гармошки, и утки, и дудки, и куклы-матрёшки. Всего девять подлежащих. На один вопрос они отвечают, или на разные? Они отвечают на вопросы именительного падежа «кто? Что?». А сколько сказуемых в этом предложении? Что делали? Лежали. Что делали? Стояли. Всего два сказуемых. Они относятся к разным подлежащим или ко всем подлежащим в целом. Конечно, они относятся ко всем подлежащим в целом. Итак, что же такое однородные члены предложения? Однородные – это относящиеся к одному разряду, к одному роду, то есть одинаковые. С точки зрения грамматики однородные члены предложения – это члены предложения, выполняющие одну синтаксическую функцию. Чем же характеризуются однородные члены предложения? Они отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному и тому же слову, являются одним и тем же членом предложения, они равноправны, то есть не зависят друг от друга, произносятся с перечислительной интонацией. И однородными членами предложения могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения. Рассмотрим предложение. В парках, в садах юноши и девушки, бабушки и дедушки гуляли и сидели на широких, уютных, удобных скамеечках и лавочках. Итак, в предложении в этом есть группы однородных членов предложения. Юноши, девушки, бабушки, дедушки – это однородные подлежащие. Вторая группа однородных членов предложения – это однородные сказуемые. Что делали? Гуляли. Что делали? Сидели. Следующая группа однородных членов предложения – это однородные обстоятельства. Где? В парках, в садах. И есть еще одна группа однородных обстоятельств. Где? Где на скамеечках и где на лавочках. Последняя группа однородных членов предложения – это однородные определения. Скамеечках и лавочках каких? Широких, уютных и удобных. Итак, мы с вами доказали, что однородные члены предложения могут быть как главными, так и второстепенными. Особо внимательным нужно быть при расстановке знаков припинания в предложениях с однородными членами. Если однородные члены предложения не соединены никакими союзами, тогда между ними ставятся запятые. Четвертый, пятый, шестой день идет дождь. Если между однородными членами предложения стоит соединительный союз и, или, тогда между ними знаки припинания не ставятся. Если же союз «а», «но», «да» в значении «но», то обязательно перед этими союзами ставится запятая. Мы решили пойти в лес не за ягодами, а за грибами. Два наиболее сложных случая – это знаки припинания при парах однородных членов предложения или приповторяющимся союзом «и». Если перед нами пара однородных членов предложения, то между парами ставится запятая. Если имеется повторяющийся союз любой, тогда между однородными членами предложения тоже ставится запятая. Проверим себя. Какие однородные члены предложения вы заметили в данных предложениях? Ну и каким образом мы можем их отметить схематически? Все встали шепотом глухим и вдруг смутились, зашумели. Схематически это будет выглядеть таким образом. Перед нами три однородных сказуемых. Что сделали? Встали. Что сделали? Смутились. И что сделали? Зашумели. Первый и второй однородные сказуемые соединены союзом «и», а значит запятая не требуется. После второго однородного членов предложения мы союза не видим, а значит ставится запятая. Во втором предложении схема будет выглядеть таким образом. Есть пара однородных определений, соединенные между собой союзом «и», и есть пара однородных обстоятельств, как через поля, как через дубравы. Союз отсутствует, а значит мы ставим запятую. Есть такие достаточно, сложные случаи, когда нам нужно сориентироваться, являются ли однородными определения. Как в данном предложении. Я так нашел ее недавно в пустынных муромских лесах. Определения здесь будут в каких пустынных и каких муромских лесах. Но пустынные – это обозначает то, что в этом лесу ничего нет, никого нет, а муромские – это принадлежность к городу, рядом с которым расположен данный лес. Значит, эти определения характеризуют предмет с различных сторон и не являются однородными членами предложения, а значит запятая здесь не нужна. Проверим себя, в каких предложениях или предложениях нужно поставить одну запятую. В волненье радостном народ валит за всадником, теснится. Меня покинул тайный гений и вымыслов и сладких дум. По кочкам, полям, сквозь леса скачками мчится отопса. К орбу примчался конь ретивый, взмахнул хвостом и белой гривой. Бразды стальные закусил и через рот перескатью. Итак, в этих предложениях нужно разобраться, сколько же знаков припинания будет. Правильным ответом будет первое, второе и четвертое предложения. В первом предложении однородные будут у нас сказуемые, а значит ставится запятая, они не соединены союзом. Во втором предложении однородными будут являться дополнения. Здесь запятая ставится, потому что в наличии есть повторяющийся союз и. А вот третье предложение нам не подходит, потому что здесь однородные обстоятельства, но их три и требуется поставить две запятые. В четвертом предложении однородные сказуемые примчался и взмахнул, они не соединены союзом, а значит будет стоять запятая. А вот вторая группа однородных членов предложения, это будут дополнения, они соединены союзом и, и запятая не требуется. И в последнем предложении мы видим однородные сказуемые, соединенные союзом и, и значит запятую мы там не поставим. Попробуем разобраться с таким достаточно сложным предложением. Сколько здесь запятых нужно поставить и почему? Вдруг за ним стрелы мгновенное жужжание, кольчуги звон и крик ржанья, топот по полю глухой. Итак, здесь потребуется нам поставить четыре запятые. Почему? Жужжание, звон, крик, ржанья, топот – это однородные члены предложения. Схема данного предложения будет выглядеть таким образом. Здесь встречаются у нас как и соединения с помощью повторяющихся союза, так и однородные члены предложения, не соединенные союзом. Вспомним то стихотворение, с которого мы начинали сегодняшний урок. Попробуйте его воспроизвести по памяти. Что делали на полке? Что делали на полке? Кто? И кто? Пушистые кошки, губные гармошки и что? И кто? Проверим себя. Лежали на полке, стояли на полке слоны и собаки, верблюды и волки, пушистые кошки, губные гармошки и утки, и дудки, и куклы матрешки. Схема данного предложения будет выглядеть таким образом. Вот и подошел к концу наш урок и домашнее задание у вас будет таким. Попробуйте составить текст из пяти предложений на тему здоровья. Используйте при этом однородные члены предложения. Спасибо за внимание. До свидания. Добрый день, ребята. Мы продолжаем наши уроки для пятиклассников. Сегодня я предлагаю вам порешать уравнение. Для того, чтобы порешать уравнение, давайте мы вспомним, что такое уравнение. Итак, уравнение – это равенство с переменной. Что такое корень уравнения? Корень уравнения – это значение переменной или другими словами число, которое преобразует уравнение в правильное числовое равенство. Что значит решить уравнение? Решить уравнение – значит найти все его корни или и показать, что таковых не существует. Мы сейчас с вами приступаем именно к этому. Наша задача – найди корни уравнения. Пожалуйста, я предлагаю вашему вниманию первое уравнение. Оно перед вами. Оно не совсем простое. Мы с вами видим, что неизвестное у нас входит в скобки, а скобки еще умножаются на число 7. И только потом идет сложение. Следовательно, наше неизвестное является для данного уравнения слагаемого. Поэтому мы ищем в первом шаге неизвестное слагаемое. Мы не можем залезть внутрь и извлечь его сразу. Мы будем его искать пошагово. Мы ищем неизвестное слагаемое через вычитание из суммы известного слагаемого. Результат находим. Потом мы наблюдаем далее. Неизвестное входит в множитель. Мы начинаем искать, неизвестный множитель. Чтобы найти неизвестный множитель, нам нужно произведение разделить на известный множитель. Находим, выполняем действие. Я напоминаю, если вы не готовы устно выполнить деление, то с правой стороны в тетрадочке, отступив от уравнения 3-4 строки, вы можете выполнять деление в столбик, для того, чтобы не сделать ошибку. Но так как я разделила это устно, то я записала ответ. Наблюдаем далее наше уравнение. Мы получили вот такое уравнение. Неизвестное входит в вычитаемое. Для того, чтобы найти неизвестное вычитаемое, мы с вами от уменьшаемого вычитаем разность. Находим это значение. У нас получается неизвестный множитель. Мы пришли к простейшему уравнению. Уравнение, которое вы учились решать в четвертом классе. Поэтому вы уже можете его решить и без моих комментариев. Мы получаем корень уравнения. Обратите, мы говорили, внимание, что мы говорили, что корнем является значение переменной. Или мы говорили число. Вот оно число. Это число при подстановке. В самую верхнюю строку должно нам дать правильное равенство. Поэтому мы записываем ответ. Это уравнение мы с вами решали в натуральных числах. Посмотрите на следующее уравнение. Оно кардинально отличается от предыдущего уравнения. Если в этом уравнении у нас были скобки и разные действия, то в этом и только одна переменная. То в этом уравнении у нас переменных три. Поэтому мы здесь прибегнем с вами к выполнению действия между переменными. Для этого мы с вами будем использовать распределительный закон. Другими словами, мы можем привести слагаемое. 7х прибавить 11х. И посмотрите, минус х. Не стоит ничего перед ним. Это значит, что мы должны для себя поставить здесь циферку 1. Выполняя это действие, приводя подобное слагаемое, мы получим 17. 7 плюс 11 минус 1. 17х. Далее это уравнение нам напоминает уже уравнение с предыдущего столбика. Поэтому мы можем смело говорить, что наше неизвестное входит в слагаемое. Мы ищем неизвестное слагаемое, находим его действие. Вычитание. Теперь неизвестным является множитель. Находим действие с помощью деления, произведение на известный множитель. Выполняя деление для тех, кто не умеет делить устно в столбик, с правой стороны от уравнения мы получаем число 18. Это число является корнем данного уравнения. Мы с вами справились с задачей. Мы в каждом из уравнений нашли значение переменной, которое преобразует данное уравнение в правильное числовое равенство. Следовательно, мы нашли корни уравнения. Сейчас я предложу вашему вниманию более сложное уравнение. Оно не сложно по сути, оно сложно по своим числам и коэффициентам. Мы говорим с вами о уравнении, которое будем выполнять с вами в обыкновенных дробях. Наше неизвестное входит в вычитаемое. Для того, чтобы найти неизвестное вычитаемое, мы из уменьшаемого вычтем разность. Но при выполнении этого действия мы сталкиваемся с трудностью. Напоминаю, вычитание обыкновенных дробей целую вычитаем из целой, а вот от 7,17, 9,17 мы вычесть не можем. Для этого мы с вами нырнем в троечку, заберем оттуда единичку и представим 7,17 в виде тогда неправильной дроби, прибавив эту одну целую, отправив ее в числитель. Мы получим 2,24,17. Тогда у нас вычитание выполняться будет. Мы в результате вычитания получим 1,15,17. Наше неизвестное осталось про 100. Если бы не обыкновенные дроби, это уравнение практически 2-3 класса. Нам нужно найти неизвестное слагаемое. Для его нахождения мы с вами из суммы вычтем известное слагаемое. Таким образом мы с вами найдем корень уравнения. И нам осталось прописать ответ. Не забывайте ответ, это обязательно. На экзамене это требование необходимо. Итак, ребята, мы сегодня с вами пытались решать уравнения. Не совсем простые, но зато очень интересные. Нам осталось только лишь домашнее задание. Пожалуйста, нам нужно все повторить об уравнении. Что это значит? Что нам нужно знать, что называется уравнением, знать, что такое корень уравнения и знать, что значит решить уравнение. После того, как мы это все вспомним, мы с вами будем решать номера. Из учебника Мерзляк я предлагаю номера 716-892. Из учебника Никольский я предлагаю номер 871 строка и номер 927 тоже первая строка. Итак, берите ручки, тетрадки и приступайте к тренировкам. Я желаю вам успеха в этой нелегкой работе. До встречи. Добрый день, дорогие пятиклассники. Мы продолжаем с вами разговор о произведениях русской классической литературы, в которых главными героями являются маленькие дети. На прошлом уроке мы с вами читали, переживали и радовались за судьбу очень хорошего ребенка, сибирского смелого мальчика, благодаря которому сибиряки открыли новое озеро, получившее его имя Васюткино озеро. Сегодня нас ждет не менее интересный герой. Маленький, смышленый, очень симпатичный, любопытный и любознательный поможет нам с вами узнать, какими мы были с вами, когда нам исполнилось только пять лет. Сегодня мы будем говорить с вами о рассказе Андрея Платонова «Никита». К концу урока должны четко определить, что же было реального в этом рассказе, а какие фантастические элементы вел писатель для того, чтобы позволить нам вернуться в наше замечательное детство. На странице 112 нашего учебника есть небольшая статья, в которой рассказывается о судьбе этого русского писателя. Обратите пожалуйста внимание, Андрей Платонович Платонов – это не настоящая фамилия писателя, это псевдоним. Вы хорошо знаете, что псевдоним – это вымышленное имя. Почему Платонов, спросите вы. Я вам очень легко и быстро отвечу. Отец Андрея звался Платоном. Такой псевдоним взял будущий писатель. Он вошел в литературу как поэт, так часто бывает в классической литературе. И первый его сборник, который назывался «Голубая глубина», получил высокую лесную оценку Валерия Яковича Брюсова. А затем Андрей Платонов стал писать прозаические произведения. В конце жизни в его творчестве появились сказки. Философская, немножко грустная, но очень поучительная сказка «Неизвестный цветок» ждет вас в следующем классе. Сегодня мы будем говорить о том произведении, которое называется «Никита» по имени главного героя, что в переводе с греческого означает «победитель». Нам предстоит разобраться, что же было реального в этом рассказе и что же придумал наш герой. Давайте вспомним эти два понятия. В пятом классе вы хорошо знаете, что «быль» — это то, что произошло на самом деле. Это рассказ о действительно произошедших событиях. «Фантастика» — тоже знакомо вам как понятие. Это то, что дарит нам наше с вами воображение, то, о чем мы с вами мечтаем. Посмотрим, как же эти понятия сочетаются в рассказе Андрея Платонова. Рано утром мать уходила со двора в поле на работу. Наверняка вы сейчас улыбнулись. Вот такое начало мы еще встречаем с вами в русской народной сказке «Гуси-лебеди». Для чего? Андрей Платонов сделал это специально для того, чтобы объединить вымышленные фантастические элементы и реальные элементы. Прощаясь с матерью у калитки, пятилетний малыш готов был расплакаться. Он не хотел оставаться дома один. «Веди себя хорошо, Никитушка», — говорила мать. «Ты один, отца у тебя нет. Он ушел на самую главную работу — на войну». Ребенок хотел плакать и просил мать вернуться быстрее. «Ну что ты?» — успокаивала его уходящая женщина. «Ты здесь хозяин. И помни, все, что во дворе и в избе — твое хозяйство». И остался Никита один. Часто ли вам приходилось оставаться дома одним? Я думаю, что да. И поэтому сейчас мы сравним с вами, что делал наш замечательный малыш, что делаем мы с вами, оставаясь дома в одиночестве. Итак, куда же отправился ребенок. Он вернулся в избу, но, к сожалению, там было все грустно и печально. Точно так же, как и прежде, как и всегда, дремал в солнечном луче паук. Жужжала назойлива муха, и мальчик вышел на улицу. Он пошел в темный сарай. Там было очень интересное место. Большая старая бочка с темным дном стояла тут давно. Никитка точно знал, что там живет страшный старичок с длинной белой бородой. Он выходил только ночами. В этом мальчик был уверен, потому что утром на полу в сарае было подметено. Ну, кто это мог сделать, кроме этого страшного мрачного старика? «Ты здесь?» — спросил его Никита, заглядывая со страхом внутрь. В ответ ничего, не последовало никакого ответа. «Я знаю, что ты здесь. Выходи и иди работать в поле. Работай за трудодни». Слово «трудодни» встречается нам с вами первый раз. После военных годов у страны не было денег, чтобы платить за работу колхозникам. И поэтому мать и односельчане нашего героя ходили зарабатывать только трудодни. Им ставили трудовые дни. Но мальчишечка в пять лет хорошо понимал. И он говорит дальше бочке «Если ты не будешь работать, тебе зимой нечего будет есть». В ответа не было. И малыш, разочаровавшись, вышел из темного сарая, отправился на солнечный двор. Все было залито солнцем. Рыжее солнце высоко в голубом небе улыбалось мальчику добрым лицом и спускало на него теплый свет. Наш мальчик, посмотрите, какой красивый ребенок на этом иллюстрации. Сам такой же веселый, с конопушечками, рыженький. Смотрел на то солнышко и представлял себе умершего дедушку. Дедушку очень любил Никитка. С ним связаны были самые теплые воспоминания ребенка. Малыш приостановился и спросил «Дедушка, ты там?». В ответ, конечно, никто ничего не сказал. Но ребенок по-дружески, по-родственному ответил «А мы с живем здесь». И отправился дальше обходить свое нехитрое крестьянское хозяйство. Мы застаем ребенка за огородом. В углу, в крапиве, в лопухах был старый заброшенный колодец. Вот в этом колодце Никитка точно был уверен и точно знал, что в этом колодце живут маленькие водяные человечки. Ребенок видел их ночью во сне и почти поймал. Но как только проснулся, маленьких человечков не стало. И сейчас, пользуясь случаем, Никита отправляется в это место. Он заглядывает, слышит, кто-то чвякает в колодце. Он пугается и уходит, оставляя это место. Дальше он идет к пню. В конце огорода рос старый пень, который так крякнул, что Никитка сильно испугался. Побежал ребенок и направился дальше. Он пришел к старой баньке. Банька была сухая, замшелая, но отдаленно напоминала Никитке кого? Бабушку. Она такая же была маленькая, такая же склонившаяся, со щербатым ртом. «Нет, ты не бабушка», – сказал Никитка, потому что ему показалось, что избушка очень грозно посмотрела на него. Он развернулся и побежал. Во дворе он увидел странный желтый цветочек, наклонился, присмотрелся. Что он там увидел, как вы думаете? Не поверите. Глазки, личико и даже улыбку. «Ты живой?» – он сорвал цветок и увидел, что там молочко. Это мы знаем, что это одуванчик. А пятилетний малыш, который только познавал мир, был очень удивлен. «Ты сосал мамку?» – закричал он. Затем наш Никитка бросился со двора. Он так испугался кольев, которые грозно смотрели на него, что побежал на дорогу и за околицей заснул. А когда проснулся, выяснилось, что все люди уже ушли, все вернулись с поля домой, и он отправляется к себе в избу. Как же был ошеломлен наш малыш, когда увидел старого солдата, который пил молоко. Мать сказала, это твой отец вернулся. Старый солдат поднялся, подхватил ребенка на руки и сказал, век буду с вами вековать. Я вернулся. Уходил ты был еще маленький, а я тебя помню всегда, даже когда умирал. Самый кульминационный момент нашего рассказа. Мы о нем остановимся попозже на следующем уроке. С этого дня они стали вместе заниматься хозяйством отец и ребенок. Малыш задавал интересные вопросы. А почему старый пень разговаривал, пока тебя не было? Да потому что, говорил отец, ты добрый человечек, ты всех любишь вокруг, и поэтому тебе кажется, что все живые. Вот такое путешествие совершает наш герой, а рассказ заканчивается верой его отца в то, что маленький пятилетний сын всю жизнь пронесет с собой. Уверенность в том, что добро самое хорошее качество человека. Вы с вами говорили о том, что нужно будет определиться, где реальные события, где вымышленные. Вы посмотрите на предложенную мною схему и дополните своими наблюдениями после того, как прочитаете наш рассказ. Посмотрите, пожалуйста, на домашнее задание. Я очень бегло остановилась на тех фрагментах, которые заслуживают внимание. Вы дочитаете рассказ на страничках 112 и 121 нашего учебника и попытаетесь ответить на вопросы 1 и 2. Они связаны с вашим восприятием событий и с тем, какие реальные или фантастические моменты преобладают в данном рассказе Андрея Платонова. Я желаю вам хорошего чтения, удовольствия от тех ощущений и чувств, которые испытал наш малыш Никита. Спасибо, до следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok